Всем огромный привет моим подписчикам, тем людям, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня видео будет о кокосовом масле. Решила с вами пообщаться, поделиться своим опытом, своего использования, как он мне понравился, как не понравился. На самом деле, кокосовое масло, оно делит YouTube напополам, причем первая половина фанатов просто использования кокосового масла на самом деле больше. Многим категорически кокосовое масло ни в каком виде не подходит. Я расскажу о своем опыте использования, как для волос, для тела, для лица я, к сожалению, не использовала. И расскажу о том, что мне понравилось, что мне не понравилось, к какому выводу я пришла. Если вам интересна данная тема видео, то оставайтесь со мной, желаю вам приятного просмотра. Прежде всего, какое масло я использовала? У меня масло кокосовое нерафинированное, органическое от марки Spivak. Марка Spivak очень знаменита их натуральным составом, натуральными мылами и прочей очень натуральной и чистой органической продукцией. У меня есть видео о марке Spivak, о тех продуктах, которые я тестировала. Так что прикреплю вам обязательно ссылку на эти видео. И если вам интересно, то посмотрите, пожалуйста. Что касается масла кокосового, у меня оно в объеме 100 грамм было. И оно у меня сейчас такое вот белое-белое, потому что я его храню в холодильнике. В холодильнике оно становится вот таким вот очень-очень белым. При использовании, чтобы его использовать, я его растапливаю. И оно как обычное, наверное, подсолнечное масло, но, как сказать, оно более объемное, более тягучее. Не знаю, как объяснить. Но, в принципе, по цвету оно, наверное, как ближе к подсолнечному маслу, как рафинированное подсолнечное масло. Потому что оливковое масло, оно более зеленое, и обычное масло с семечками, которое пахнет подсолнечным, оно более желтое. Это вот именно похоже, оно более светлое. Мне оно понравилось с одной стороны, с другой стороны, но мне не понравилось. Давайте обсудим. Я использовала на длину своих волос. То есть сначала я просто наносила кокосовое масло на волосы и ходила перед тем, как принять ванну, порядка двух часов. Потом я перешла на более серьезное использование, скажем так. Я наносила на длину волос, заворачивала в пленку, потом одевала шапочку для душа. Все это прогревало в течение, наверное, минут 15 феном. Дальше одевала теплый шерстяной платок. И так ходила где-то час тоже перед ванной. И в ванне, естественно, я тоже такая красивая сидела, с чего-нибудь умой на голове. Использовала и так я масло. Но, скажу честно, почему-то эффекта на моих волосах какого-то вот такого, что действительно мои волосы станут просто потрясающими, я не заметила. Честно, я ожидала намного большего по всем отзывам на YouTube, что мои волосы, просто я не знаю, что с ними случится. Они засияют каким-то там божественным светом, что все мои какие-то несчастные вот кончики, которые есть, они сразу как-то оживут. Но у меня на самом деле, в принципе, не убитые волосы. Возможно, на волосах каких-то обеспеченных, пористых, вьющихся, на них может быть, да, действительно, эффект это масло дает. На моих волосах, которые абсолютно гладкие, они у меня немного вьются, они достаточно тонкие. У меня, и они в последнее время не секутся, у меня эффекта практически вот какого-то такого божественного не было. У меня был эффект как от среднестатистической маски для волос, не более того. При этом, что мне не понравилось, что волосы с ним спачкаются намного быстрее. То есть после ухода с помощью масла кокосового волосы где-то через день приходится мыть, потому что они очень становятся быстро грязными почему-то. И следующий аспект, который мне не понравился, они почему-то электролизуются у меня после кокосового масла. Я не знаю, я впервые вообще с этим сталкиваюсь, я ни у кого в отзывах этого не видела, чтобы волосы от кокосового масла сильнее электролизовались, чем от каких-то там масок, от бальзамов и так далее. Но факт остается фактом, волосы мои сильнее электролизуются от данного масла. Точнее после использования данного масла они становятся все-таки рассыпчатые, летящие, мне этот эффект на волосах абсолютно не нужен, мне он не нравится. То есть кокосовое масло, как резюмирую уже все, что я сказала, мне для волос не подошло абсолютно никак. Но несмотря на это, для тела это действительно стал мой самый-самый любимый продукт, просто мой must-have, спаситель, и я его обожаю. Обожаю, во-первых, за потрясающий запах, я забыла еще вот в самом начале сказать, что реально потрясающий запах кокоса. Фантастический, сладкий, просто конфеты баунти, они рядом не стоят с этим запахом настоящего натурального кокоса. Он абсолютно не приторный, он очень нежный, очень сладкий, очень приятный. И на самом деле я каждый раз, когда его использую для своего тела, обманусь я кокосовым маслом, наверное, каждый раз после ванны и вечером после душа, когда позволяет время, я порядка, наверное, трех как минимум раз в неделю использую кокосовое масло, но если получается, даже больше. Вот, обожаю это масло, и прежде всего оно оказывает смягчающее действие, заживляющее действие, и оно убирает очень хорошо какие-то раздражения, какие-то проблемы на коже. Вот, я заметила, что касается моей кожи, у меня очень проблемная зона, как называется, голени, вот под коленкой. Так как все девочки, я думаю, делают эпиляцию, знают, что это неприятно, кожа раздражается, как бы вы ни делали. Если вы вытираете воском, если вы бреетесь, если вы всю эту процедуру проводите эпилятором, в любом случае это неприятная процедура. Так вот, кокосовое масло после данной процедуры, это то, что доктор прописал, потому что кожа мгновенно успокаивается, какие-то вот ранки, еще что-то, они заживают с кокосовым маслом намного быстрее. Я не знаю почему, но это факт, на моей коже они заживают быстрее. При этом кожа становится более увлажненной, то есть она меньше склонна к раздражениям, она меньше как-то вот чешется, или что-то с ней происходит такое. Мне безумно нравится этим кокосовое масло. Если наносить его на влажную кожу, оно достаточно быстро впитается. Единственное, что я специально намазываю очень толстый слой на кожу именно ног, потому что мне не важно, сколько там будет впитываться это масло, но мне нравится именно эффект напитанности кожи, увлажненности кожи, мне нравится, как оно убирает раздражение на моей коже, поэтому я как раз-таки наношу очень-очень толстый слой, чтобы это всю ночь у меня впитывалось. Здесь где-то на руках, на зоне декольте, я наношу очень такой тоненький слой, он быстро впитывается. В течение, наверное, 30 минут, там, часа у меня уже все впитается в кожу. У меня кожа становится очень гладкая, очень нежная, вкусно пахнущая кокосом, и безумное вот это вот ощущение напитанности кожи, причем оно сохраняется несколько дней. То есть бывает так, что я на следующий день моюсь в душе, и мне уже, в принципе, можно даже не пользоваться каким-то увлажняющим средством, потому что я не испытываю дискомфорта, несмотря на свою дико сухую кожу, я не испытываю никакого дискомфорта. Я, в принципе, могу ничем не мазать, если у меня нет такой возможности, ничем я смогу свою кожу не увлажнять, потому что вот этого увлажнения, которое дает мне это масло, мне его хватает на дня 2, наверное, 3. То есть потрясающая вещь, она прекрасно увлажняет, регенерирует кожу, прекрасно снимает раздражение. Самое главное, что действительно эта находка для сухой кожи, она прекрасно напитывает кожу, увлажняет, дает вот именно ощущение вот этого увлажненности, нормальной здоровой кожи на несколько дней. Вот в этом плане я полюбила это масло, это мой must-have, и мне очень нравится, как моя кожа выглядит после этого масла, потому что сухая кожа, она выглядит менее здоровой. А сейчас, наверное, впервые за многие-многие-многие годы я смотрю на свою кожу, в особенности кожу ног, и она блестящая, она блестящая, здоровая, вот как в рекламе показывают, хотя на самом деле моя кожа, в особенности в, скажем так, зимний-весенний период, она просто вот кусками слезает, как будто я какая-то ящерка. Вот эта вещь, это просто, это для меня находка, именно из-за того, что делает с моей кожей тело кокосовое масло, я готова любить, обожать и заказывать тоннами. Что касается других способов использования масла, то есть еще можно использовать на лицо, я на лицо не использую практически никакие органические продукты, потому что все-таки как-то вот я побоялась на лицо использовать кокосовое масло. Возможно, когда-нибудь я к этому приду, возможно, где-нибудь, когда буду загорать на пляже, и после него мне подойдет кокосовое масло, но сейчас нет, я все-таки не решилась использовать, потому что он достаточно жирный все-таки. И что в качестве какого-то ингредиента для масок и каких-то там скрабов домашних, вот всего такого, я тоже не использовала, потому что я, честно говоря, отошла от этой всей темы, всяких домашних масок, смешайте 3 ложки оливкового масла, корень имбиря, там, не знаю, что-нибудь собранное там где-нибудь, то есть я отошла от таких вот самодельных масок, потому что нет времени, честно говоря, этим всем заниматься, и я знаю, что есть продукты промышленного производства, я знаю, что они не такие полезные, не такие органические, но эффект, к сожалению или к счастью, они дают намного лучше, и за более короткий период, поэтому все-таки я отошла от всяких народных способов, и в том числе поэтому не использовала кокосовое масло для каких-то там масок, скрабов и всего остального. Так что, подводя итоги, к сожалению, кокосовое масло никак не помогло моим волосам, к моему великому сожалению, я, честно, питала надеждой, что это реально заменит мне все маски, и волосы мои будут самые-самые красивые, но это просто мой самый любимый продукт для тела, мой must-have на долгие-долгие-долгие годы, мне кажется, потому что он реально преображает мою кожу тела, она становится более увлажненная, более гладкая, более красивая, более здоровая. И это все, если видео вам понравилось, то ставьте пальчики вверх, и подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, использовали ли вы кокосовое масло, каких марок кокосовое масло вы использовали, понравился ли вам этот опыт, и что бы вы могли мне посоветовать, как можно использовать еще кокосовое масло, и где оно вам, допустим, помогло. Это все, всех вас целую, до скорых встреч в следующих моих видео. Субтитры сделал DimaTorzok